Доллар продолжает падать. Он стал дешевле, чем это было даже до февральского обвала Сома. Цены на продукты почти те же. Депутаты требуют разобраться с бессовестными продавцами. 126 миллиардов на реализацию антикризисного плана. Минэкономы уверяют, что деньги есть, и их объема хватит даже для того, чтобы отказаться от оптимизации расходов. Последствия вчерашнего сильного ветра в столице и в ряде регионов стихия повалила деревья и сорвала крыши домов и спортивных объектов. В Кокджаре кусок кровли упал на ребенка, девочка в больнице. Снаружи ремонта, внутри пациенты. Скандал вокруг клиники Алмаза-Исманкулова не утихает. Врач отказывается освобождать помещение. Здание взяли в осаду строительными лесами. И теперь об этих и других событиях. Более подробно здравствуйте в эфире новости в студии Елена Кобзева. Поваленные деревья и сорванные крыши в Бишкеке и в ряде регионов подсчитывают ущерб от вчерашнего сильного ветра. Накануне сообщалось, что пострадавших среди людей нет. Сегодня же стало известно, что в микрорайоне Кокджар часть кровли, снесенная ветром с крыши многоэтажки, упала на играющих во дворе детей. Пострадала одна девочка. В больнице ей пришлось накладывать на голову швы. Разбушевавшийся ветер вчера сорвал также часть конструкции крытой баскетбольной площадки в столичном жилмассиве Керемет, а также крышу школьного спортзала в Токмаке. Если бы не весенние каникулы, могли бы пострадать дети. Большую опасность для людей вчера представляли и падающие от порывов ветра ветхие деревья. Более подробно о последствиях вчерашней стихии расскажет Даяна Джумабекова. Из-за сильного ветра с бишкекской многоэтажки в микрорайоне Кокджар слетела часть крыши. Удар стихии приняла на себя эта детская площадка. Когда это случилось, здесь играли дети. К сожалению, среди них есть пострадавшие. Виктория Тен играла во дворе с другими девочками. Когда начался шквалистый ветер, Виктория как раз собиралась пойти домой. Однако, несчастье настигло её за доли секунды. Кровля вместе с балками перекрытия упала на детскую площадку. Кусок прилетевшего металла задел голову ребёнка. Пошла на тот балкон, хотела крикнуть, чтобы она домой бежала. А она вся в слезах открыла, она орёт вся в слезах, у неё лицо крови. Я аж испугалась. Её схватили и сразу в больницу поехали. Там хирург швы наложил. Сегодня у невролога были. Сотрясение. Назначение сделали, нам дали. Пока сказали постельный режим. Сказали в больницу, но мы сказали нет дома. Я за ней присмотрю. Так что лечение дома получаем. Нет, эту рану я не видел. Я думала, просто на лицо, может, что-то задело. Вот тут только, наверное, ранка какая-то. А потом дочка у меня же в мединституте учится. Она посмотрела всё это. Открыла, а там огромная рана. И кровь оттуда как-то отекла. Ручейком. Кровля этого семиэтажного дома была обновлена в прошлом году. Жители дома собрали около миллиона сомов, чтобы сменить шифер на современный профлист. Сам же каркас крыши многоэтажки не ремонтировался с 90-х годов. Ну, значит, плохо сделали. Работу добросовестно не отнеслись к этой работе. Это же вообще, это сколько, не дай бог, что вот так вот кончилось. А если бы что-то случилось плохое, кто за это будет отвечать? Домком, что ли? Или крыша, что ли, которая слетела? Или строители, я не знаю. Или ветер. Ну, как у нас говорят, это чрезвычайное происшествие. Ну, я знаю, да, нам, мне тоже отправляли по три тысячи. Меня просто здесь не было, мы это, не сдали. Так по три тысячи собирали. А в жилмассиве Керемет на пересечении улиц Миссароша-Дейкан ветер сорвал конструкцию недавно построенной баскетбольной площадки. По словам местных жителей, строение ещё изначально было с техническими нарушениями. Так, основной столбчатый фундамент оказался не глубже 50 сантиметров, а сама конструкция не меньше 50 тонн. Из-за этого следует, что даже при среднем ветре такие столбы просто-напросто не выдержат тяжёлые конструкции. Баскетбольную площадку устроила ОСО «Капитал-сервис». Общая стоимость составляла 2,5 миллиона сомов. Были выделены деньги в 2020 году, проведён был тендер в 2020 году. Как уже выше сказал, «Капитал-сервис» должны были завершить работу в этом году. Строительные работы не были завершены, объект не был сдан в эксплуатацию. Поэтому ОСО «Капитал-сервис» за свой счёт они должны полностью всё восстановить. И в первую очередь они должны восстановить так, чтобы это всё было безопасно для жителей, для людей, которые будут использовать данную водительскую площадку. Только сейчас увидели, что это было недостаточно качественно. Со вчерашней ночи муниципальные службы работали в усиленном режиме. И к утру большую часть, говорят, последствия стихии удалось устранить. Получилось у нас по городу несколько местах было заломо, и в трёх местах упало дерево. У нас работало две автовышки, 15 рабочие. До конца рабочего дня мы в всех местах отстраняли все это заломо. Разбушевавшийся ветер сносил рекламные щиты, рвал баннеры и валил ветхие деревья. Одно из них в 11-м микрорайоне едва не придавило припаркованные автомобили. По улице Ауэзова ствол ветхого сухого тополя упал на тротуар. К счастью, людей там не было. На объездной трассе накануне, кстати, едва не пострадали депутаты Бишкекского и Ожского горки Нешей. Они на микроавтобусе возвращались с Исыкуля, где проходил семинар. А на повороте на ГЭС-5 дерево упало на бус. Никто из пассажиров не пострадал. А вот у машины серьезно вмятина на крыше, разбиты стекла, зеркала и бампер. Даяна Джумабекова, Аннурбек Джейншбекулу, НТС. Пожар сегодня вспыхнул в здании общежития Бишкекского финансового техникума по улице Махатмы Ганди. Как сообщили в МЧС, вызов в противопожарную службу поступил около двух часов дня. На место сразу же выехали сначала один, а потом и второй расчет огнеборцев. В результате произошедшего пострадали восемь человек. Четверых из них госпитализировали в больницу. У двоих резанные раны ног, двое отравились дымом. Остальным четверым, среди которых один ребенок, медики оказали помощь на месте. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Специалисты МЧС выясняют, из-за чего произошел пожар. Курс доллара по отношению к сумму опустился ниже отметки, которая была до 24 февраля. За последние сутки стоимость американской валюты в столичных обменках неожиданно подешевела еще на 4-5 суммов. Такого в истории страны, чтобы американец за короткое время обесценился на столько пунктов, пожалуй, еще не было. При этом все, что подорожало за последний с лишним месяц в связи с курсом доллара, дешеветь почему-то не собирается. Этим вопросом сегодня задались депутаты Джугур-Кокинеши. Они потребовали от профильных служб Кабмина разобраться с теми, кто спекулятивно держит неоправданно завышенные цены. Впрочем, разобраться требуют не только с ними, но и с теми, кто продает якобы пестициды, выкопанные из саркофагов. О чем еще сегодня говорили депутаты на пленарном заседании. Далее в сюжете Кубата Кубана Чбекулу. По средам, как правило, в рамках раздела «Разное» в ходе пленарки депутаты поднимают вопросы абсолютно разного характера. Кто-то из них просит обратить внимание на недостроенную школу или садик, другой критикует и напоминает о невыполненных обещаниях того или иного министра или всего его ведомства. А третий, наоборот, хвалит их. О проблемах отечественных дальнобойщиков при пересечении границы с Казахстаном сегодня в Джугур-Кукинише решил рассказать Талайбек Масабиров. По его данным, соседи вновь ужесточили проверку грузов. И сейчас на стоянке Барыс, где проводят досмотры, застряли около 500 крыгальских фур. Напомним, ранее отечественные грузоперевозчики сообщали о заторах на границе и ужесточенных проверках на КПП Карасу, что примыкает с нашим пунктом Актелек. Машины заставляют загонять на стоянку Барыс рядом с Кордаем и требуют полную выгрузку товара из грузового отсека фур. В ассоциации дальнобойщиков считают, что несмотря на подписанные соглашения в рамках ЕАЭС, пограничная служба и комитет госдоходов Казахстана применяют неприемлемые досмотры. «Это большая проблема, которую нужно решить совместно с Министерством экономики. Кабинет министра должен подготовить соответствующее поручение. Вот наш турагат Алан Турдумаматович сам недавно с рабочей поездкой был в Казахстане. Тогда нам сообщили, что товарооборот нужно увеличить до двух миллиардов. При этом отмечали необходимость создать беспрепятственные условия для наших грузоперевозчиков. Но дальнобойщики говорят, что барьеры до сих пор есть. Много фактов, когда водителей задерживают просто так, как говорится искусственно, даже если они платили все налоги и работают в рамках закона». Меж тем депутат Султанбай Аджигитов заявил, что тревожный сигнал поступает и от санопедврачей. Парламентарий рассказал о фактах продажи на территории нашей страны отравы, если быть точнее, цианистого калия. По его словам, на территории республики советских времен имеются захоронения хранилищ пестицидов с истёкшим сроком годности. Как оказалось, некоторые предприимчивые граждане находят их, собирают в мешки и продают. «Такие пестициды становятся в буквальном смысле цианистым калием. Граждане открывают, собирают и продают эти пестициды мешками под видом нормальных. Это настоящая отрава. Эпидемиологи бьют тревогу. В стране 1227 мест сибирьязвенного захоронения, и только 52 из них контролируются местными органами власти. Что с остальными неизвестно, это большая опасность для нашего народа и национальной безопасности. Раньше в таких местах было запрещено вести хозяйственную деятельность, а сейчас местность выравнивают и разрешают вести хозяйство. Если наступит эпидемия, мы будем не в силах с нею бороться. Поэтому надо предотвратить, выявить, где остальные. Профилактика выйдет дешевле, чем борьба с последствиями». Разумеется, не обошлось без заявлений депутатов относительно ситуации, которая в эти дни складывается на валютном рынке страны. Сегодня отметим, курс доллара по отношению к сумме не только вернулся к отметке, которая была до 24 февраля, но стал еще ниже. За последние сутки стоимость американской валюты в столичных обменках подешевела еще на 3-4 сома. Такого в истории страны еще не было. Чтобы в течение месяца американец сначала поднялся сразу на 20 позиций, а потом упал на 22. При этом такой же обратный эффект пока не происходит на рынке продовольствия. Мука, масло, сахар после обвала сома существенно подорожали, а теперь с восстановлением прежнего курса валют вроде как дешевеют, но совсем незначительно. Поэтому депутаты советуют госантимонополии разобраться в этом вопросе и обуздать аппетиты тех продавцов, которые неоправданно наживаются на разнице курсов валют. Буквально за несколько дней взлетели цены на основные продукты питания. Тогда предприниматели говорили, что все из-за повышения курса американской валюты. Доллар, который стоил 105 сомов, сейчас 85, но продукты так и не подешевели. Уважаемый председатель кабинета министров, почему так происходит? Как цены поднимать, так это очень быстро. А как только дело доходит до снижения, все сетуют на нестабильный курс доллара. И так всегда. Из-за неправильной политики миллиарды уходят в чужие руки. Об этом сказал депутат Джейншпек Токтурбаев. Нардеп поднял вопрос о золоторудном месторождении Чаткал, которую отдали компании Vertex Gold. По словам депутата, за 11 лет компания выплатила в бюджет всего лишь 3 миллиарда 300 миллионов сомов. А хотя сумма должна быть в разы больше. За 11 лет данной компании вывезено за пределы Кыргызстана около 6 тонн золота. Запасы золота составляют около 30 тонн. К сожалению, у государства в данной компании нет доли. Если бы у государства было бы хотя бы 25% доли, то налогов поступило бы около 100 миллионов долларов. Компанию Vertex Gold Company надо проверить. По их данным, с одной тонны производится всего 6,5 граммов золота. Такие данные были предоставлены по итогам исследований в лаборатории в Карабалте. Депутат предложил провести более тщательную проверку в государственной лаборатории. Также токтурбаев заявил, что якобы у него имеется информация, что эта компания незаконным путем за пределы страны выводит примерно 15-20 граммов золота с одной тонны золота, содержащего концентрата. Кубат Хуан Чпекулу, Денис Ламбищенбаев, НТС. Оптимизация в 30% для реализации антикризисных мер пока не нужна. Об этом сегодня нашему каналу рассказал министр экономики Дания Роман Гильдеев. Он пояснил, что 126 миллиардов сумм, которые предусмотрены на поддержку экономики, действительно будут взяты из республиканского бюджета. Источники денег определены. На них будут давать кредиты и бизнесменам, и аграриям. Проведут увеличение пенсии и зарплат согласно антикризисному плану. А если поступления в бюджет по каким-то причинам сорвутся, то тогда будут сокращения. Но коснутся они незащищенных статей. То есть придется повременить со строительством школ и детсадов, с ремонтами и реализацией новых проектов. Однако, по мнению депутатов, если эти 126 миллиардов заявлены из бюджета, уже точно можно сказать, что какие-то госведомства обещанные не получат. Их деньги просто переориентируют. Экономисты и финансисты посчитали, что на реализацию антикризисного плана чиновников нужно будет 126 миллиардов суммов. И всю сумму обещают покрыть из республиканского бюджета. Речь идет не только о спасении бизнеса в случае давления внешнеэкономических факторов, но и обеспечения пруд безопасности путем закупов для госматрезервов на 2,2 миллиарда суммов. А также кредитование сельского хозяйства на 26 миллиардов суммов. 7,2 миллиарда отправят на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях нестабильного рынка валют и постковидных последствий. А еще увеличат зарплаты и пособия бюджетникам, на что потребуется 35 миллиардов суммов. На сегодняшний день 126 миллиардов уже предусмотрены в республиканском бюджете. У нас есть планы по их исполнению и по их реализации. На повышение заработной платы, повышение пособий. Это обеспечение продовольственной безопасности посредством выделения средств для госматрезервов. Это у нас обеспечение фермеров наших семенами, удобрениями. Кроме того, средства предусмотрены на ирригацию, средства определенные на реализацию 9 кластеров в порт безопасности. А если что-то пойдет не так или, как говорят чиновники, случится форс-мажор, тогда придется прибегнуть к оптимизации расходов. В январе этого года был подписан закон о республиканском бюджете на текущий год. Доходы предусматриваются в сумме 282 миллиарда суммов. Ну а расходы на 9 миллиардов больше. В общем, как всегда с дефицитом. Но, как снова отметим, обещало руководство Кабмина, есть амбициозные планы. Бюджет на этот год чиновники называют программным, то есть нацеленным на прибыль. Цифра в 400 миллиардов у всех на слуху. Но случившийся кризис в мировой экономике уже учинил резкие колебания валют и рост цен на ряд значимых товаров. Если этот кризис в мировой экономике углубится, и вдруг произойдет срыв по поступлениям в казну, тогда придется затянуть пояса и сократить расходы как минимум на 30%. Это обычная практика, это мы делали ежегодно при каких-то рисках исполнения республиканского бюджета, и мы прибегали к таким мерам. Соответственно, эта мера, она как одна из мер предусмотрена в нашем плане. Точную сумму сказать сложно? Ну, сейчас ее сложно сказать. Почему? Потому что, то есть, если брать общие республиканские расходы, то если мы, как бы, сделаем расщепление по незащищенным статьям, то можно сумму ввести. Но, соответственно, к каждому днему мы, как бы, двигаемся, и исполнение идет республиканского бюджета. Соответственно, на тот момент, да, как только будет принято решение об этом, мы можем сказать точную сумму. Конечно, речь идет не об урезании зарплат или пенсии или пособий. В этом году около 100 миллиардов суммов, как говорят в парламенте. Это защищенные статьи, а вот экономия всегда идет за счет незащищенных, куда входит приобретение машин, оборудование для госпредприятий, зданий и сооружений, которые возводит государство, и иные нужды по тендерам. Пока отмечают в Кабмине, необходимости в оптимизации нет. Но в Минфине этот вопрос анализируют. Это, говорится, до 30% сокращения. Поэтому будет сейчас анализируется, в данный момент это анализируется Министерством финансов Кыргызской республики. На чем можно сказать? Да, на чем можно. Есть такие, может быть, объекты, где необходимость возникает в первую очередь. Поэтому эти мы не можем сократить. Да, сейчас сказать, на сколько процентов и так далее, это тяжело. К примеру, в госантимнополе уже не знают, что еще сократить. И так в службе работает всего 80 человек на всю страну. А, например, все последнее время из-за ажиотажа на продукты и спекуляции продавцов работы у них было не в проворот. Но, по словам руководителя ведомства Кенежбая Тайлакова, если скажут оптимизироваться, будут что-то придумывать. У нас сейчас нет командировочной затраты. У нас, конечно, у нас есть тендеры, но не в таком большом объеме. Например, на охрану, на канцелярские изделия и так далее. У нас капитального ремонта нет сегодня. У нас приобретения основных средств нет сегодня. Во всех странах ИАЭС и другие соседние государства уделяют особое внимание в части антимнопольной регуляции. Они усиливают полномочия, что, учитывая нынешнюю ситуацию, мы должны работать днем и ночью. По словам депутата Марлена Маматалиева, если в общем взять все госкомпании, то в год они проводят тендеров на сумму в 70 миллиардов. Тот же Минтранс покупает битум, асфальт, энергокомпании, трансформаторы, запчасти. На кафлажение в этом году заложили 7 миллиардов суммов. А это строительство школ, больниц, дорог. На все это в бюджете уже предусмотрены деньги. Именно эти проекты могут быть и заморожены. По словам Аталиева, не стоит обольщаться. Эти 126 миллиардов на антикризисные меры – это не какие-то дополнительные деньги. Это все тот же бюджет, только что-то не построят и не отремонтируют. Это не говорит о том, что мы теперь дополнительные еще 123 миллиарда где-то откуда-то находим. Нет, это абсолютно не так. Это те же деньги, которые в бюджете. Просто если мы это направляли, например, в министерство и говорим, ты строишь школу, в этот раз говорим, нет, не школа, а другой объект. То есть мы сами цели перенаправляем. Таким образом мы чуть-чуть ориентируем на экономический обзор, который у нас имеется, этот кризис, который непосредственно тоже нас касается. Вот на эти тоже нужды просто перенаправляются. Но никак не дополнительно изнимаются определенные какие-то деньги. И они где-то не нарисуемы. Нет, ну это нереально. Откуда мы? Если только в долг не брать у международных организаций, то откуда у нас из внутренних резервов 123 миллиарда еще вытащат? Итак, 280 минус 100, остается 180 миллиардов. И правительство имеет право переориентировать эти средства по ходу дела. После чего обычно в бюджет вносят изменения. Ну а когда в ноябре или декабре что-то остается, финансисты начинают выделять ведомством. Наконец, обещанные средства на те или иные закупы или строительства. Но те уже не успевают их освоить и возвращают на счета казначейство. Впоследствии это называют профицит. А на деле это непостроенные школы и детсады. Елена Яковлева, Аделет Чукоев, НТС. Новый поворот в скандальной истории вокруг частной клиники микрохирургии «Глаза» Алмаза Исманкулова. Если прежде, чтобы выселить ее из корпуса госбольницы, заваривали ворота, то теперь ее обнесли строительными лесами. Там вовсю идет ремонт фасадостроения. При этом сама клиника, как уверяет Исманкулов, продолжает работать и лечить пациентов. А начавшиеся строительные работы врач называет хулиганством. Наш корреспондент Елисей Кирпиченко выслушал мнение сторон. Падающая кусками штукатурка, обсыпающиеся кирпичные стены, части которых в любой момент могут упасть на людей. Во втором корпусе клинической многопрофильной больницы номер 2, где находится частная клиника микрохирургии «Глаза» Исманкулова, начался ремонт. С вчерашнего дня вокруг фасада здания выставлены строительные леса, и рабочие демонтируют вторую штукатурку. По словам замдиректора второй больницы, снаружи здание практически разваливается. Отсутствие ремонта и атмосферной осадки с 1997 года разрушили части некоторых стен. Вот видите сами, все наружные эти выпадают, вот это сервис дошло до крепича зданий. Вчера, позавчера мы с строителями тоже поговорили, они тоже говорят, что если таким темпом пойдет процесс, через 2-3 года здание вообще уже непригодным станет. То есть его даже нельзя будет отремонтировать? Да, уже непригодным станет. Поэтому мы обратились в городскую санитарную операционную службу, они тоже вчера пришли, дали свои акты, заключения, что надо вот это все в соответствии с санитарным нормам. Также, по словам Урза Калыкова, особо сильно за эти годы промокли и разрушились стены архива больницы и лаборатории. Вода попадает в шкатурку и даже до кирпичей дошла сырость. То есть труба уже абсолютно непригодная. А вот это как раз лаборатория наша к нам относится. Видите сами, да, здесь тоже в таком плачевном состоянии. Шкатурка, все, отпадает наружная часть, и сырость дошла до кирпичей уже. Внутренней стороны постоянно сырость в лаборатории, внутри лаборатории. Это же по санитарным нормам не соответствует, честно говоря. Сам Жалмазбек Асманкулов говорит, что в здании регулярно проводится ремонт. Каждые три года ремонтируют помещение внутри и каждые шесть лет снаружи. Он также отметил, что здание муниципальное и не имеет какого-либо отношения к Минздраву. Также Асманкулов отметил, что строители пришли непонятно откуда и при работе не соблюдают технику безопасности. Профессор считает, что ремонт – это всего лишь попытка закрыть доступ к больнице. Это здание принадлежит государству. Хозяин здания – мэрия города Бишкек. Мы с ними спокойно работаем, обсуждаем наши проблемы. В этот момент вмешивается Минздрав, засыпает нас песком, пытается заблокировать двери сваркой. Опечатывают здания, где у нас сидят пациенты, проходят лечение. И вот сегодня новая такая новость у нас. Строительными лесами все заставили. Но это произвол. Дело в том, что это, во-первых, противоречит закону, это противоречит пожарной безопасности. И договора нет у них никакого. Это люди вообще с биржи труда. У них нет ни техники безопасности. Ну снимите, как они работают. Ни каски, ничего нет. У них нет ни сметы. Непонятно, кто вообще финансирует это. Мы обратились в милицию. Милиция составила акт и занимается этим вопросом хулиганства. Несмотря на ремонт, сейчас клиника продолжает работать в обычном режиме. Строители же, в свою очередь, говорят, что ремонт фасада – это их личная инициатива. И никто их из бюджета или со стороны не финансирует. Буквально недавно мы закончили ремонт фасада здания урологии на Московской Лагвиненко. Также мы посмотрели на состояние этой больницы и тоже решили отремонтировать. Здесь же видно, что все промокло, начиная с потолка. Вовнутрь мы даже не заходили и не знаем, как там и что там. Мы только ремонтируем фасад. Сейчас подготавливаем все необходимые документы. Это наша личная инициатива и помощь кыргызскому народу. Откуда, ребят, я привел? Какая разница? Они ничьи деньги не берут. Плачу им лично я. Главное, они работают. У меня своя бригада есть, которая закончила урологию. Сегодня они отдыхают и начнут работу здесь. Закончить работу планируем примерно за 15 дней. Отметим, что эта частная клиника уже получила уведомление от Департамента управления муниципальным имуществом мэрии столицы о расторжении договора аренды. Там говорят, что корпус нужен для увеличения количества коек для приема неврологических, терапевтических и кардиологических больных. Так как для населения города, имеющегося коечного фонда, катастрофически не хватает. Больные вынуждены долгое время ждать госпитализации по профилю. Исман Кулов же говорит, что решение мэрии о расторжении договора было обжаловано в суде. В случае, если суд признает его законным, госпиталь освободит здание. До этого времени врач заявляет, что его клиника продолжит функционировать. На месте снесенных гаражей в 11-м микрорайоне Бишкека мэрия планирует построить многоярусную автопарковку. Об этом в интервью с журналистом сообщил глава муниципалитета Эмильбек Абдекадыров. По словам градоначальника, освобождение площади от гаражей в интересах самих горожан. И поможет решить проблему транспортных заторов. В минувший понедельник, напомним, столичные власти начали демонтаж металлических боксов на территории гаражного кооператива. На месте возникла стычка между милиционерами и протестующими владельцами гаражей. Жители пытались препятствовать въезду спецтехники на территорию. Завязалась потасовка. Наиболее активных митингующих задерживали, но потом отпустили. Демонтированные гаражи вывезли на штрафбазу. Члены кооператива после этого обратились к президенту страны. Они просят главу государства вмешаться в это дело и прекратить сносы и уничтожение их имущества. В мэрии же считают, что действия столичных властей абсолютно законны. В муниципалитете отмечают, что еще пять лет назад суд отменил право владения этой территорией участниками кооператива. И хозяева гаражей должны были их разобрать, но так этого и не сделали. Отметим, кооператив занимал площадь в два с половиной гектара и включал в себя 600 гаражей. Сегодня в Джигуркукинеше, кстати, на ситуацию со сносом гаражей отреагировали некоторые депутаты. Более того, это происходило на основании судебного решения 2017 года, о котором многие даже не знали. Его не показывали и только вот сегодня стало известно, что есть такое судебное решение. Надо такие вопросы решать переговорным путем, объяснять людям, что будет строиться там, где они должны парковать машины, куда они должны перевезти свои вещи. Все же должно быть цивилизованно, они так приехали, подрались, забрали и показали свою силу. Если мы так будем действовать, ну какой порядок будет в стране, тогда же граждане же то же самое начнут делать. Ярмарка белорусской обуви продолжается с 22 марта по 5 апреля. Каждый для себя сможет подобрать большой ассортимент качественной, удобной и долговечной обуви по доступным ценам. Во Дворце спорта имени Коджимкула. Подробнее в следующем сюжете. Ярмарка белорусской обуви уже второй месяц продолжает радовать бешкекчан и гостей столицы качественной, удобной и надежной обувью. С 22 марта белорусская ярмарка проводится во Дворце спорта имени Коджимкула. На белорусской ярмарке представлено более тысячи моделей на проблемные ноги. Высокий взъем, широкое голенище и выпирающая косточка – все это перестает быть проблемой с белорусской обувью. Важнейшее преимущество обуви в том, что подошва идет на гелевой основе, что хорошо снимает нагрузку с позвоночников, суставов. Размеры мужские до 49-го, женские до 44-го. Каждые три дня пополняется ассортимент как новыми моделями, так и размерами. На всю осеннюю и зимнюю обувь действуют дополнительные скидки. Кроме этого представлен широкий ассортимент летней и демисезонной обуви. Я не первый раз, мне очень понравилось. Я была первый раз на ярмарке в кинотеатре «Октябрь», где у вас была ярмарка. Теперь вот я пришла сюда, сказали, что здесь будет летняя обувь. Обувь мне очень нравится, колодка очень хорошая, удобная, качество очень хорошее. Так что я очень довольна. И действительно, нагрузка в ортопедической обуви распределяется равномерно, поэтому при ходьбе вы точно не устанете. Уважаемые жители Бишкека, приходите во дворец спорта с 10 до 19. Всегда рады вас видеть. Стоит отметить, что вся обувь имеет маркировку «Честный знак», что исключает возможность ее подделки. Ярмарка будет проходить ежедневно и без выходных с 22 марта по 5 апреля. Елисей Кирпиченко, Азелед Чукоев, Антаэс. И на этом наш выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды. Выездная ярмарка обуви по выгодным ценам. ИП Янкова Юлия Валерьевна. ИП Янкова Юлия Валерьевна. ИП Янкова Юлия Валерьевна. ИП Янкова Юлия Валерьевна. ИП Янкова Юлия Валерьевна.